МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работа с обращениями граждан и юридических лиц в архиве города Севастополя осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации номер 59 от 2 мая 2006 года о порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации, а также в соответствии с административным регламентом по предоставлению архивам города Севастополя информационных услуг на основе архивных документов. В рамках предоставления информационных услуг на основе архивных документов на протяжении 2016 года осуществлялась работа по усовершенствованию консультативной помощи гражданам и юридическим лицам, приему, рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, а также выдаче ответов на запросы граждан и юридических лиц. Обязанности по работе с обращениями граждан и юридических лиц выполняло руководство архива и сотрудники одного из подразделений архива города Севастополя отдела информации и использования документов. Данный отдел осуществляет консультации, прием обращений, заявлений граждан и юридических лиц, рассмотрение этих обращений и выдачу готовых ответов на запросы граждан и юридических лиц. Как вот эти приемы происходят? Если гражданин желает лично обратиться в архив, он может записаться на прием, который осуществляется посредством предварительной записи по телефону 4217-97, прийти в архив назначенное время и написать заявление. Кроме того, в постоянном доступе в вестибюле архива представлены образцы заполнения заявлений и бланки заявлений. Гражданин или юридическое лицо может написать заявление, приложить копии документов и направить почтовым сообщением на адрес проспект Герои Сталинграда, 64. Также мы предлагаем тем, кто имеет доступ к интернету, направлять свои обращения посредством электронной почты на наш адрес архив.собака.сев.gov.ru. И еще хочется сказать о том, что благодаря соглашению о взаимодействии заключенному между управлением архивным делом и многофункциональным центром города Севастополя, теперь граждане и юридические лица могут подать свои запросы в шаговой доступности в любом из отделений МФЦ или в мобильном офисе МФЦ, что очень актуально для жителей сельской местности. Ирина Юрьевна, скажите, пожалуйста, с какими запросами чаще всего обращаются граждане в архив? Тематика запросов, поступающих в архив, непосредственно связана с получением сведений, необходимых для подтверждения и социальных прав, и имущественных отношений граждан. Во-первых, это запросы социально-правового характера. Сюда мы можем отнести запросы о подтверждении трудового стажа, заработной платы, исторические справочки о переименовании, реорганизации предприятий. Это подтверждение предпринимательской, депутатской деятельности. Во-вторых, второй вид запросов, он обусловлен подтверждением каких-либо фактов или событий. Например, выделение земельных участков, то есть имущественные запросы, предоставление в собственность квартир. И также третьим видом запросов, это являются запросы генеалогического характера. Следует отметить, что имеются устойчивые интересы жителей города Севастополя, жителей других городов России к истории своей семьи, истории своего рода. То есть многие обращаются за получением новых сведений о своих родственниках. Вот это лидирующие темы вы назвали, да? Лидирующие запросы. В основном да. Три вида таких запросов. Скажите, пожалуйста, могут ли люди, допустим, принести, наоборот, в архив какую-то полезную информацию? Бывали ли случаи, что приносили что-то такое, чего в архиве еще нет? В рамках исполнения запросов люди очень помогают нам, когда приносят дополнительные сведения по запросам. Часто, когда исполняются запросы тематические, генеалогические, социально-правовые, у человека не имеется большого количества сведений. То есть часто хотят узнать какую-то информацию, но сами не знают хронологических рамок события, да? Но стараются, узнают, рассказывают нам, и нам это помогает в работе находить те сведения, которые они ищут. Каким образом в этом море информации, да, которая хранится в архиве, удается найти быстро интересующие сведения? У вас тоже все уже на электронном носителе, на электронных носителях? В рамках государственной программы развития архивного дела в городе Севастополе на 2015-2020 годы, в августе 2016 года, началась работа по переводу комплекса наиболее востребованных документов в электронный вид. То есть для работы с обращениями граждан и юридических лиц это новая возможность. Она дает сейчас архивистам возможность более быстрого поиска информации в архивных документах, а также, то есть сам процесс оптимизировать позволяет. Но это немножко вот в будущем уже будет работать полноценно. А вот в связи с тем, что сейчас сотрудничаете с МФЦ, да, они так давно начали сотрудничать с МФЦ, увеличилось ли количество запросов? Конечно. В 2016 году мониторинг показал, всего в архив поступило 10 630 запросов. Это запросы социально-правовые, тематические. Среди социально-правовых запросов преобладали в основном запросы о трудовом стаже, о заработной оплате, подтверждении предпринимательской, депутатской деятельности. Среди тематических запросов преобладают запросы на получение сведений о выделении земельных участков, о предоставлении в собственность квартир. Запросы, которые люди направляют к нам с целью получения и подтверждения прав на наследство. Мониторинг исполненных запросов показал, что в 2016 году архивисты исполнили более 10 тысяч запросов. Более 10 тысяч запросов. Это вот, если так, временные рамки, сколько обрабатывается один запрос? Один запрос на исполнение одного запроса уходит 30 календарных дней. Иногда в специфических случаях приходится архивы города Севастополя продлевать еще на 30 дней исполнения запроса. Самое необычное, может быть, обращение специфическое самое? Очень сложно выделить из такого большого количества запросов, сами понимаете. Одно скажу, каждый запрос, каждое заявление уникально, и над каждым архивисты работают, вкладывают душу и пытаются максимально оказать содействие гражданам, юридическим лицам в получении необходимой им информации. В части сотрудничества с организациями и различными учреждениями города, каким образом этот процесс взаимодействия осуществляется? В 2016 году архив города Севастополя продолжил работу по межведомственному взаимодействию с организациями и учреждениями города Севастополя. На сегодняшний день осуществляется межведомственное взаимодействие с отделением пенсионного фонда Российской Федерации в городе Севастополе, который осуществляет свою деятельность с целью назначения и выплаты пенсий жителям города Севастополя. Исполнение тематических запросов предполагает взаимодействие с Управлением государственной регистрации права и кадастра города Севастополя с целью предоставления сведений об объектах недвижимого имущества, располагающихся на территории города Севастополя. Электронный документооборот – это что-то из области фантастики или он у вас уже внедрён? Он уже внедрён как раз таки с отделением пенсионного фонда Российской Федерации в городе Севастополе. Уже осуществляется электронный документооборот. То есть как вообще этот процесс осуществляется, как он организован. Отделение пенсионного фонда Российской Федерации в городе Севастополе и районные отделы направляют в архив города Севастополя по телекоммуникационным каналам связи и программному обеспечению ВИПНЕТ сканированные копии запросов в архив, где уже непосредственно осуществляется их рассмотрение, исполнение. Архив, в свою очередь, после подготовки ответов на запросы и выполнения процедур регистрации документов, архивные справки, копии и выписки направляют также по защищённым каналам связи в адрес отделения пенсионного фонда и районных отделов. Электронный документооборот даёт возможность не только ускорить процесс рассмотрения обращений, но и защитить персональные данные граждан. В части взаимодействия теперь Севастопольского архива с коллегами, с материковой части страны, насколько это развито, насколько часто востребовано? Как раз таки с пенсионным фондом, то есть к ним в отделение пенсионного фонда и отделы направляют запросы пенсионные фонды и Российской Федерации, из других регионов. Такие запросы как раз таки по средствам программного обеспечения ВИПНЕТ направляют, перенаправляют в архив на рассмотрение. Таким образом осуществляется взаимодействие и с региональными отделениями пенсионного фонда Российской Федерации. Ирина Юрьевна, все организации планируют свою деятельность на год. Архив может планировать запросы? Как вы планируете свою работу на год? Конечно, мы планируем работу с обращениями граждан на 2017 год. И в рамках этой работы на 2017 год мы планируем продолжить работу по выполнению обязанностей по межведомственному взаимодействию с организациями и учреждениями города Севастополя по вопросам обращений граждан и юридических лиц. Кроме того, планируем продолжить работу по усовершенствованию нашего сайта, по обеспечению доступа к информации о готовности запросов. И также хотим продолжить работу по предоставлению пользователям доступа к архивным документам и в рамках работы читального зала, архива. Есть читальный зал. Да. Вот сейчас, кстати, библиотеки переходят на всевозможные электронные общения с читателями, цифровое такое. Архив тоже уже перешел? Готовится перейти или хотелось бы перейти? Готовится перейти, но пока что это такая долгосрочная перспектива. Но планы есть. Я думаю, что это будет возможно. Большое спасибо за содержательную беседу. Это была программа в контексте об итогах работы архива города Севастополя с обращениями граждан и юридических лиц. Говорили с начальником отдела информации и использования документов архива города Севастополя Ильиной Малыхиной. Далее в эфире вы увидите еще очень много интересного. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин